Ну что ж, ближе к вечеру уже время. Дошли у меня руки до съёмки ром-тура. Да, Мишочек? Мы после обеда отдыхаем. Днём я снимала немного, но на самом деле мы долго очень гуляли. И поэтому отдыхаем. А вечером пойдём в Старый Город первый раз смотреть. Тут у меня муженёк любимый спит. Муженёк. Лёг. Да. Комната оказалась меньше. Чем мы планировали, когда я её бронировала через букинг. С тремя спальными местами. Вот там, где муж спит. Это отдельная кровать. И здесь две вместе сдвинутые. Ну, типа двуспальные. Тут уже наше прохло валяется, как обычно. Так, попробовала я точку съёмки поменять, чтобы освещение было получше. Не знаю, что получится. В общем, так как у нас последний этаж, у нас такие немножко скошенные стены. И, в общем-то, в целом довольно небольшой номерок. Есть такое вот обеденное место с тремя стульями. Есть такой вот стол с телевизором. С выдвижным ящиком. В ящике фен есть небольшой. Так, всё остальное тут уже наше. И холодильничек небольшой. Маленький холодильник. У нас ничего не помещается. Вот здесь, по-моему, у нас морозилочка маленькая для львы. Как видите, всё уже битком. Потому что у нас без питания. Это апартаменты, апарт-отель. Тут вот у нас такой подносик под кофе. Вот я его тоже приспособила под еду. Ну, эти ананасики у нас остались. Сегодня мы сок покупали. Вот мякоть догрызаем. Потом выкинуть надо будет. Телевизор. Ну, несколько местных каналов. А ещё нету детских. Да, детского канала нету. Миша расстроился. Роутер для Wi-Fi. Ноутбук это наш. Я на него монтировать планирую. Вот такая штучка для украшения. Так, здесь у нас большие панорамные двери. Но там нет балкона. Там просто перилка такая. Но ими мы не пользуемся. Они вот так вот закрыты роль ставней. Просто как стена. Здесь у нас зеркальце. А балкончик у нас здесь. Такой не очень большой. Но вот здесь вот углубление для стола и стульчиков. Ну, конечно, вид из окна это нас не шибко порадовал. Тут, конечно, видно Охридское озеро. Видно озеро, но прямо перед нами какая-то заброшка. Очень странно, что она здесь есть. Потому что она стоит прямо в центре самой красивой набережной. Сразу за ней идет набережная отличная, прекрасная. Вся в цветах. Почему это здание осталось каким-то заброшенным? Его до сих пор никто не выкупил, не сделал хороший отель. Непонятно. И тут еще вот сбоку какая-то стройка идет. Ну, стройка все же делать. Все везде, все строится. Нет, этого никуда не денешься. То есть у нас отель, он не совсем около озера. Немножечко во дворе. Но близко. Очень близко к озеру. Но правда, кто его части, где набережная, но не пляж. Пляжи вообще хорошие пляжи. Это за городом. Но мы не захотели там брать пансионат. Нам захотелось поближе к старому городу, чтобы погулять можно было. Можно приблизить. Озерок смотреть. Здесь вот есть вешалка, чтобы посушить. Ну, в принципе, основная моя проблема это то, что у нас четвертый этаж. Ну, по факту четвертый. Тут, конечно, своя нумерация. Так, сейчас будет темновато. О, Роман Сергеевич встал. Роман Сергеевич тут ковыреет ананас. Приятного аппетита тебе. Освещение, конечно, так себе у меня. Какое-то все красное. На самом деле, конечно, такой красноты на стенах нет. Такая картина, абстракция симпатичная. Мне такие картины в современном силе нравятся. Они такие мягкие. Нравятся, да? Они такие мягкие цвета. Лучше. Роман Сергеевич мне наладил освещение. Так гораздо лучше. Так, ну, на чем я остановилась, Миш? А, я точно не помню. А, по поводу четвертого этажа. Да. Мы спрашивали, можно ли пониже. Сказали, можно на третьем. Мы, в общем-то, собирались даже переехать. Ну, рано утром мы посмотрели. Комната там в точности такая же. В общем, мы решили, что смысла нет переезжать. Уже снова вещи перетаскивать. Вот. А когда после гуляния я уставшая поднималась... Шепотелась. Там все-таки ашли. Да. Мне снова захотелось на третьем этаж вместо четвертого. Ну, ладно. Уже все. Будем привыкать. Так. Продолжу, Ян. Расскажу, что у нас здесь есть. Есть парочка тумбочек у изголовья. Так. Есть шкаф. Здесь вот подход такой. Мы специально немножко отодвинули стол. Не очень, конечно, удобно. Но шкаф совсем тепловой. Тут вот одеяло лежат. Здесь наша барахлишка уже. Здесь полочки. Здесь вешалки. С вешалками тут какая-то проблема. Две каких-то задрепозных вешалочки. Вот. Ну, здесь висят мои вещи, а остальные могут и в мятом походить. Я так считаю. Да, Миш? Это плохой был. Ха-ха-ха. Так. Здесь тоже такие полки. Какой-то тщедушненький кактусик. я его сегодня полила, кстати. Мне кажется, с ним такого давно не приключалось. Какой-то что это такое? Герамина Бэр. Ну, это, наверное, дезинфектор какой-то в связи с пандемией. Так. Кондиционер. Вот сейчас он у нас работает, потому что к вечеру у нас солнце стало смотреть в окно, стало жарковато. Здесь вот такой вот пульт от кондиционера. Так, что мы еще не показывали, сынок? Даже не знаю. Так, освещение. Верхнего освещения здесь нет. Около каждой кровати есть вот такая бра. Чтоб не видать. Вот так лучше. Вот такая бра. Собственно, конечно же, есть полотенца на всех. На входе еще одно зеркало в пол. Мишка, я твои ноги через зеркало вижу. Куча моей обуви, вешалка для одежды уличной и санузел. Сейчас мы включим свет в санузле. Это ничего не дало. Здесь свет очень тусклый. Тут вот еще есть освещение. Так, это наш санузел с зеркалом, с раковиной из косметики здесь ничего не кладут, за исключением вот такой жидкой мыла. А это не знаю, что для душа, что ли. Все остальное наше. Мусорное ведро, туалет, бачок встроенный в стену. Здесь у меня уже мои штуки дырюки. Это полотенц сушитель, но он сейчас холодный. Сейчас на балконе лучше все сушить. Но мы все равно кое-что-то повесили. и вот такой уголок душевой. Здесь не душевая кабина как таковая, а вот просто душевой уголок. Внизу какие-то вот такие покрытия вот такое, которые пропускают воду. И вот такая шторка. Надеюсь, понятно. неприятная. В принципе, все нормально, все устраивает. Единственное, что неприятным сюрпризом стало то, что кухня у нас оказывается сейчас включится свет здесь. Ну, включайся. Она оказывается у нас не отдельная, а на этаж. Когда мы бронировали, я это не планировала, конечно. По фотографиям непонятно было. так, но, тем не менее, здесь есть микроволновка, здесь есть вот такая вот клетка небольшая, здесь есть вот эта вот вытяжка, раковина и вся необходимая посуда и моющие средства. всякие бумаги. Мы берем отсюда посуду. Вот. Готовить готовить я не планирую много. Будем покупать готовые. Не хочу готовить. Ну, скажем, такой эконом-вариантиц. У нас любят хозяева отелей комнаты с широкоугольными камерами снимать, да, Миш? В букинге казалось, комната очень большой. Но нам несущественно, ладно. Сейчас Роман Сергеевич тут у нас оденется и я думаю, мы пойдем гулять в старый город. тут у нас остатки от еды от нашей обеденной. Сегодня мы плесковицу ели. Поддельно. Да уж поддельно нормальная плесковица. Я говорю, это не мясо. Вчера ели хорошую в ресторане. Ну, в ресторане она была дорогая, она была получше. В кафешке фастфудной Роману Сергеевичу не понравилось. Это вот Мишка вырял, ничего не съел. Внешнюю плесковицу это большая котлета мясная. Местное блюдо. Ну, оно, в общем, общебалканское. Берется большая лепешка. Это вот я лепешку не стала есть у меня осталась. Туда кладется эта котлета и накладывается туда жареная картошка, салат, там всякая фигня. Ну, как гамбургер. Но вообще плесковица этой котлеты ее подают и в хороших ресторанах просто на тарелке. Не види фастфуда. И вот вчера в ресторане ему очень понравилось. А сегодня взяли фастфудную домой поесть. Он говорит, она уже не такая хорошая. Ну, мне понравилась котлета. Я ее съела и не жужжала. Вообще хотела снять наш обед. У нас был паршют мой любимый, пиво. но мне Роман Сергеевич сказал сядь уже спокойно и покушай. Пришлось подчиниться. Наконец собрались мы на вечернюю прогулку. Но собирались мы очень долго. Поэтому не знаю, сколько удастся снять. Там стемнеет. Отпуск у нас длинный. Что не снимусь. В этот раз сниму следующий. Выходим из нашего отельчика. Добрый вечер. Добрый вечер. Привет. Что ты не поздоровалась с девочкой? Подожди папу, Миш. Ждем папу. Так, вот наша портрет снаружи. Ну, небольшой такой. Миш, не гремя. Ну, уютный. Там беседочка детки играет. Я взяла маски уже у меня в сумке. Ну, кладись сюда еще. Ну, что-то вот запарковались, а. Паркуются здесь прям так же, как и в России. Везде. Маски здесь пригождаются только в магазинах. В магазинах они требуют. Ну, и то только в больших сейчас мы пройдем этот дворик и выйдем на набережную на нашу. Сумку ну, поноси. У нас, как обычно, папа с женскими сумками ходит. Ой, Миш, у тебя там нитки висят. Ну, ладно, пусть висят. Цветы, цветы, кругом цветы. Ладно, красиво тебе идет. Ты хочешь сегодня ужинать снова в ресторане? Так мы обедали уже поздно. Ужинать-то когда я еще захочу. Когда захочет, тогда я да. да я йогурт, банан съела, да и все. Смотри, вот эта вот гортензия, очень мне нравится, красивая. Но она очень прихотливая. ее можно и у нас выращивать, но под укрытие. Вот в этом ресторанчике мы вчера ужинали. Было вкусно. Вчера смотрели актриси Олимпийских фейер на Японии, а в России оказывается во время выхода украинской сборной включили рекламу. Вот мы вышли на эту набережную. Пойдем по набережнерам. Ох, розовый закат. Миша опять собачки. У Миши собачки одни на уме. Ох, вечером вообще красивое небо, да, Ром? Смотри, какое небо розовое. Почему-то это лодка тут просто на волнах. Качается и все. Ну, поможешь. Миш, ты перед матерью ты не крутись особенно около воды, а тут быстро хамака. Смешно. Так. Ничейная лодка. Ну, забирай себе. Ну, в общем, вот, это самое ближнее место к нашему отелю. Но здесь нет пляжа. Но тут постоянно вот здесь есть пирс и везде есть сходня. Сейчас я покажу, где. Там вот дальше есть пляж. Нужно пройти вот эти вот тростники и за тростниками там пляж есть городской. Еще есть небольшие пляжи там в той стране. Но вообще я видела, что люди просто вот даже здесь купаются. Здесь сходят вот периодически через каждый 50 метров такие спуски. Люди просто ложатся вот на эти газоны, загорают. Миш, ты все-таки решил искупаться, да? Я говорю, ты решил все-таки искупаться, да? Полез на какой-то старый пирс. Не надо еще. Ага. Если хочешь искупаться, завтра пойдем специально. Мы пойдем завтра на какой пляж, Ром? Да не знаю. Давай сначала туда сходим. Вот туда. Чисто вот в атмосфере там собачка. Да. Там такие маленькие пляжики между ресторанчиками. Очень классно. Хотелось бы тоже там побывать. Бросил бы что-нибудь им. Нет чего бросить? Давай значит послушаем. пляжики пляжики Там вон музыканты в ресторане играют. Вчера мы когда ужинали, нам тоже играли музыканты. Ну пойдемте. Можно в свете на ум съездить все-таки. На такой штуке. Видишь, мы, Миша, были в свете на ум. Там красивый монастырь, в котором павлины просто так летают, там ходят, кормишь их. А, будут красные снеги. Да. Если тебе интересно, съездим. Смотри, там какой-то яркий паровозик. А еще мне тоже. Так, ну до Старого города мы пока еще не дошли. Это чисто для релакса. Лакшери. Лакшери лодка. Мы ездили сегодня на таком эконом-варианте. Там деревянные скамейчики. А эти вот такие для развалю, которые любят развалиться. Что-то народный сегодня вообще вал. Да. Миша, по сути, мы уже в Старом. Просто Старый город здесь очень большой. Есть там, где церкви. Есть там, где амфитеатр. А это набережная Старого города. Ну вот, собственно, мы в Старом городе. Такие же узкие улочки. Здесь этот вот охридский бисер или охридский жемчуг, как они говорят. На самом деле это не настоящий жемчуг. Они его делают перламутр из каких-то местных ракушек, что ли, да? Из чешуи ревьей. Делают перламутр и красят бусины. И это называется охридский жемчуг. Мы тогда, по-моему, свекровь что-то покупали такое, да? Ну вот эта штука-то нормальная такая. С часами. А, вон с часами, да. Симпатичная штучка. Тут такая брусчатка старая. Я боюсь, я сейчас не навернулась бы. Маленькие магазинчики в старых домах. Вот она, классическая турецкая архитектура. В Македонии довольно долго под турками была. И вот сохранились такие красивые здания. Ну, это очень красиво, конечно. Это, конечно, красота. Пошелы ряд камней. Дальше вот эти доски, палки, бревна, скорее всего, которые головы в море. Это головы в озере, которые уже напитали в лави. Угу. Перекладывали. Тут и тут каких-то нос по-новейшему, да? Красиво. Вот эту церковь я помню. В этом дворе-то мы черепах-то навещали. Да, Ром? Просто с той стороны. Красиво. Ну, вечер уже. С песчаником? С песчаником. Их перевожено. Глиняными кирпичами. Кирпичами. Какая-то классная. Не знаю. А че это тут такой стоит? Машину-то вы видели? Да? Наверное. Слушай, здесь какой-то фестиваль. Я видела объявление, что здесь сейчас какой-то Орхетский фестиваль. Не знаю, с чем связан этот фестиваль. Надо просто посмотреть. Там был какой-то плакат типа афиши. Красивый магазинчик. Традиционные одежды. Классно. Смотри, Миш. Красивые шточки. Очищенки. Очищенки. Красивые. Да. Ух ты, хлопушка. Вот можно коммун-севинир купить. Такая прикольная. Мне кажется, она дорогая, Миш. Да. Мне так кажется. Ну зачем она тебе? Ну, на память. Ай, чёдочка ты моя. Да вон он уже на шкатулку раскручивает меня. Тут как в музее, да. Не так, Миш, по нему не так звонят-то. Верх ногами. Вот так, да. Надо кричать, девушка, девушка, соедините. Девушка. Да. Алло, коммутатор. Идём лучше смотреть национальный костюм. Иди смотри. Нельзя снимать? Сегодняшний влог я заканчиваю. Мишка, деваешь? Так. А сейчас мы с вами прощаемся. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал с колокольчиком. Подписывайтесь на инстаграм. Всем пока. Всем пока. Комментарии не забудьте оставить, да, милые? Ну вот сейчас такую чёрненькую кукурузку навернём с Михаилом. И всё. И на сегодня уже точно всё, да? На сегодня уже точно пока.